Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как сделать вот такой самый простой шнурочек-завязочку. Он получается вот таким вот круглым, с каждой стороны выглядит абсолютно одинаково, причем преимущество его такое, что можно связать его как крючком, так и спицами. При этом будет выглядеть абсолютно одинаково. Если вам интересно, давайте попробуем связать с вами вместе. Первый способ, который мы рассмотрим, это будет крючок. Поэтому, делая начальную воздушную петлю, не затягиваем петельку до конца, делаем накид на крючок и второй раз заводим крючок в ту же петельку. И еще раз захватываем рабочую ниточку. На крючке у вас три петельки. Теперь затягиваем краешек ниточки и снимаем эти три петельки, придерживая большим пальчиком. Вводим крючок в первую петельку, захватываем рабочую ниточку. Во вторую петельку вводим крючок, захватываем рабочую ниточку. И в третью петельку вводим крючок и захватываем рабочую ниточку. На крючке у вас сейчас три петли. Снова спускаем их аккуратненько, придерживая большим пальчиком. В первую петельку заводим крючок, захватываем рабочую ниточку, во вторую петельку заводим крючок, захватываем рабочую ниточку и в третью петельку заводим крючок и захватываем рабочую ниточку. На крючке у вас три петли. Снова спускаем их полностью с крючка, вводим крючок в первую петельку, захватываем рабочую ниточку, вводим крючок во вторую петельку, захватываем рабочую ниточку И в третью петельку вводим крючок и захватываем рабочую ниточку. Снова у вас на крючке 3 петли. Снова снимаем, освобождаем 3 петельки, придерживаем большим пальчиком. В первую петельку захватываем рабочую ниточку. Во вторую петельку захватываем крючком рабочую ниточку. И в третью петельку захватываем крючком рабочую ниточку. Подтянули петельки, снова освобождаем от крючка. первую петельку проводим рабочую ниточку как вам удобно с какой удобной стороны самое главное делайте это одинаково в среднюю петельку проводим рабочую ниточку и в последнюю петельку проводим рабочую ниточку на крючке снова 3 петельки главное запомните что всегда на крючке у вас будет три петельки. Спускаем с крючка три петли, рабочую ниточку захватываем в первую петлю, во вторую петлю рабочую ниточку захватываем и в третью петлю рабочую ниточку захватываем. Подтянули, спустили. Первую петельку захватываем в рабочую ниточку, во вторую и в третью. На крючке три петли. И вот так вот делаем до тех пор, пока не наберется у вас шнурочек нужной вам длины. Первую, вторую, третью захватываем. На крючке всегда три петли. После этого спускаем. Можете делать немножечко свободнее. Удобно вам снизу захватывать рабочую ниточку? Захватывайте снизу. Удобнее сверху? Захватывайте сверху. Самое главное всегда это делать одинаково. И старайтесь, чтобы у вас петельки максимально приближенные были по размерам. Если вам удобно вот таким вот образом захватывать рабочую ниточку, вот так, пожалуйста, делайте так. Самое главное одинаково. Снова спустили. Опять либо снизу захватываем, либо сверху. Можно и так, и так. И вот так вот каждый раз пропускаем сквозь каждую петельку на крючке по рабочей ниточке. Когда свяжете нужную длину, вы увидите, что у вас с каждой стороны абсолютно одинаковый, круглый, красивый шнурочек. Это первый способ. Теперь приступим ко второму способу, который можно связать спицами. Для этого понадобится две спицы небольшого размера. Можно взять как можно тоньше. Две обычные, в данном случае я взяла чулочные спицы. И набираем с самым привычным для вас способом три петелечки. Две начальные и третья. Вытаскиваем свободную одну спицу и начинаем вязать первый ряд. Всегда петельки будут вязаться лицевые. Первая петля лицевая, вторая петля лицевая, третья петля лицевая. Начало подтяните. Теперь не разворачивая на второй ряд, просто вот так вот подвигаем к началу спицы. При этом мы также остаемся в том же лицевом ряду. Вяжем первую петлю лицевой, вторую петлю лицевой и третью петлю лицевой. Снова подтягиваем ниточку и подвигаем в начало наши петельки. Снова первую петлю вяжем лицевой, вторую петлю вяжем лицевой и третью петлю вяжем лицевой. Не поворачивая на следующий ряд, снова подвигаем спицы к краю, к краю спицы подвигаем петельки. И опять вяжем первую лицевую, вторую лицевую и третью лицевую. Не разворачиваем, подтянули петельки. Снова первая лицевая, вторая лицевая и третья лицевая. Довязали третью лицевую, вернулись к первой, подтянул в начало спицы петельки. Первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая. Подтянули в начало петельки. Первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая. Подтянули в начало петельки. Первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая. Возможно, с первого раза вам покажется, что у вас каждая петелька абсолютно разная по величине и не получается красивый аккуратный шнурочек. Если при провязывании третьей последней петли вы немножечко подтянете рабочую ниточку вверх, то у вас все петельки станут на место. И при провязывании буквально нескольких сантиметров вы увидите, что у вас получается красивый аккуратный шнурочек. В начале вот эта петелька, возможно, у вас будет вытянутее, чем все остальные. Абсолютно ничего страшного. Самое главное, подтягивайте последнюю провязанную петлю и затем у вас будет вот такой красивый аккуратный шнурочек. Подтянули, подвинули вперед, провязали 3 петли лицевые, подтянули последнюю петельку и подвинули в начало. Снова провязали 3 лицевые, подтянули рабочую ниточку и снова подвинули в начало. И у нас, как вы видите, получается вот такой замечательный шнурочек. Вы его вяжете нужной длины и абсолютно любой шнурочек, как крючком, как спицами, вы можете закончить обычными воздушными петлями. К примеру, вы вязали крючком или спицами, одеваете 3 свои петли. То есть, вот, к примеру, я сейчас могу продолжить крючком. Вот первая петля, дальше со второй петли вторая и с третьей петли третья. Как вы видите, вяжется абсолютно все одинаково. Теперь делаем воздушную петлю сквозь все 3 петли и одну воздушную петлю вытягиваем ниточку. Вот так можно закончить крючком вязание и точно так же можно закончить спицами, собрав просто все на одну петлю и сделав еще одну воздушную петлю для того, чтобы закрепить наше вязание. Теперь отрезаете ниточку и, допустим, одеваете бусинки какие-то на краешки, либо хотите, можете завязать узелочки, это опять же по желанию. Можете закрепить в вашей краешке ниточек и спрятать иголочкой вовнутрь шнурочка. Тогда у вас будет вот такой самый обычный краешек. Я надеюсь, что вам осталось все понятно и понравился результат. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!